добрый вечер всем уважаемые студенты у нас сегодня тоже будет новая тема и в конце урока в конце занятия мы с вами напишем мини тест попробуем написать онлайн тест потом в конце месяца мы с вами уже будем писать тест на все по всем пройденным темам хорошо тогда давайте приступим нашему уроку у нас сегодня новая тема мы с вами прошли очень много тем и сегодняшняя тема немаловажная тоже очень важная вы должны обязательно знать поэтому я сегодня подготовила именно эту тему тему going to would like to and want to я думаю что вы все знакомы да ребята мы с вами всегда в начальных классах проходим present continuous tense я думаю что вам всем знакомо но давайте еще раз повторим да или узнаем так айда и здравствуйте у нас новая тема хорошо что вы успели присоединились вовремя у нас сегодня новая тема going to would like to and want to то есть мы с вами сегодня рассмотрим все эти конструкции да когда и как мы с вами можем употребить их в английском языке так сайтал тоже присоединилась так я рада вас всех сегодня приветствовать давайте тогда уже начинать нашу новую сегодняшнюю тему когда и как мы с с вами можем использовать такие выражения как going to would like to and want to давайте посмотрим на слайды да чтобы нам было понятно в конце занятий у нас будет такой пробный мини тест ребята так что сразу подготовьте ручки и листочек так давайте пойдем дальше тогда сегодняшняя наша тема как до этого я вам уже выше показала going to would like to и want да когда же уместно говорить going to would like или want to давайте посмотрим ребята я хочу вас ознакомить вообще между желаниями и намерениями воплощать свои мечты большая разница да ребята мы знаем и в языке она тоже отражается то есть в нашей речи да можно просто чего-либо хотеть в принципе да просто хотеть желать would like to или want чего-то хотеть да просто хотеть или же можно собраться с силами и перейти к действиям то есть решиться к действиям это у нас будет как to be going to о том в каких ситуациях применима каждая из этих фраз на английском языке и какая между ними разница поговорим с вами уже сейчас ребята давайте посмотрим подробно да если коротко то путь от would like to и want to do to be going to это наглядная демонстрация того как сбываются мечты то есть мы с вами знаем да сначала мы чего-то хотим потом мы с вами строим планы затем мы с вами решаемся уже к действиям да идем к цели значит если коротко то путь от would like to да вот would like to и want to желать хотеть да до be going to собираться это наглядная демонстрация того как сбываются сбываются мечты ребята теперь мы с вами сегодня рассмотрим разницу между would like to want и to be going to в чем же их разница да давайте мы с вами посмотрим на пример I would like to go to европе мне бы хотелось мне бы хотелось поехать в европу то есть это у нас идет как бы желание да мы желаем поехать в европу дальше ребята у нас идет I want to go to Europe in the summer я хочу поехать в европу летом то есть есть ограничения по времени намерения более конкретные но больше похоже на план а не на мечту то есть человек планирует да поехать летом в европу но есть ограничения по времени да еще лето не наступило и так далее дальше смотрим следующее когда все будет решено или осуществление осуществление плана уже на носу да мы скажем тогда I'm going to go to Europe tomorrow я собираюсь ехать в европу завтра уже завтра то есть уже решились поехали да теперь смотрите разницу ребята мы с вами посмотрим на разницу между going to want to и would like to смотрите мы с вами до это сказали если коротко да вот мы с вами сказали что будем сегодня рассматривать да разницу между would like to want to и to be going to мы с вами разбираем разницу в чем же разница мы сказали что путь от would like to и want to до to be going to это наглядно демонстрация того как сбываются мечты еще раз повторюсь ребята мы сначала с вами чего-то хотим желаем дальше мы с вами планируем да и в конце мы с вами уже решительно приступаем к действиям и тогда мы с вами используем уже to be going to would like to и want у нас берется как желать хотеть да а to be going to мы с вами можем использовать в тех случаях когда у нас мы уже решительно настроены совершить то или иное действие теперь смотрите давайте посмотрим на на эти три примера еще один раз первое смотрите would like и want мы с вами сказали что это переводится как желать хотеть да и в нашем случае у нас переводится как мне бы хотелось поехать в европу то есть это у нас желание да идёт мы бы хотели поехать в европу но это пока у нас только мечты или так скажем планы дальше у нас идёт want to i want to go in the summer я хочу поехать в европу летом то есть человек хочет поехать да намерения более конкретные но есть ограничения по времени ребята то есть больше похоже на план а не на мечту да теперь когда уже все будет решено и осуществление плана уже на носу мы скажем I'm going to go to Europe tomorrow я собираюсь ехать в европу завтра да то есть мы с вами уже решительно настроены поехать уже решились к действиям да и тогда мы с вами оказывается можем использовать такую конструкцию как going to ребята если вам знакомо мы с вами когда проходили present continuous tense ребята когда речь шла о действии которые происходят в данный момент речи или же она у нас длится в определенный период времени промежуток времени мы всегда используем present continuous tense и здесь у нас тоже конструкция конструкция going to формируется точно так же как present continuous то есть это у нас идет и как present continuous то есть значит когда мы с вами уже решительно приступаем к действию осуществления плана да то мы всегда с вами используем going to то есть present continuous tense да и таким образом как у нас здесь написано я собираюсь ехать в европу завтра у нас на примере да как вы увидели в картинке уже решительно на следующий день уже человек который мы брали в пример он уже уезжает в европу то есть это просто так я дополнительно дополняю то предложение да если вы заметили ребята мы с вами сказали want to would like это желать а когда вы уже решительно настроено совершить действие да именно по плану то мы с вами используем going to и как вы увидите я собираюсь ехать в европу завтра дальше давайте мы с вами посмотрим так что же случилось ребята дельша тайдай сайкал и у нас был еще тимирлан да так дальше давайте смотрим все что нужно знать о о вуду лайк чу так смотрим вот и лайк сам кофе то есть конструкция вуду лайк тю ребята выражает абстрактное пожелание без привязки к местам времени и другим конкретным ограничениям она значит хотеть когда-нибудь то есть она у нас это конструкция да она значит хотеть когда-нибудь то есть переводится как хотеть когда-нибудь и часто подразумевает сослагательное наклонение да то есть смотрите ребята конструкция вуду лайк тюк выражает просто скажем пожелание да желать что-либо пожелать что-либо да теперь смотрите пример I would like to write a book мне бы хотелось написать книгу но здесь не указано когда или решить решились ли они к действиям да чтобы осуществить этот план нет здесь просто в общем говорится что человеку хотелось бы написать книгу в общем I would like to write a book дальше у нас идет I would like to jump with a parachute мне бы хотелось прыгнуть с парашютом да как вы видите здесь просто переводится как бы хотелось бы дальше кроме того фраза would like может использоваться в разговорной речи ребята не всегда мы можем да только составлять или сформировать предложение письменно но в основном когда мы изучаем английский мы в основном стараемся улучшить свой еще и разговорную речь да значит значит вы должны запомнить что кроме того фраза would like может использоваться в разговорной речи позволяем вежливо предложить или попросить что-либо да предложить что-либо да или же попросить что-либо например заказ заказать блюдо в ресторане или предложить другу выпить вместе кофе чай и так далее ребята давайте посмотрим например I would like a cheeseburger and fries мне хотелось бы cheeseburger и картошку free то есть как вы видите я специально выделила ребята чтобы вам было понятно о чем идет речь конструкция would like у нас переводится как бы мне хотелось бы да мы знаем что у нас есть три формы предложения мы всегда проходим утвердительную вопросительную отрицательную форму и следующий пример у нас идет вопросительное предложение да мы знаем да мы знаем когда мы с вами используем конструкцию would like мы можем в разговорной речи позволяя нам вежливо предложить или попросить да мы с вами можем с помощью конструкции would like либо предложить что-нибудь либо попросить что-либо так теперь смотрим каково же у нас вопросительная 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 форма да would you like some coffee хочешь кофе мы можем вместо кофе заменить там например tea juice milk и так далее да would you like some coffee some juice some tea some water даже можно иногда да значит когда мы с вами формируем вопросительное предложение между вуд лайк у нас ставится подлежащий то есть вместо имени ребята и таким вот образом мы с вами можем либо предложить либо что-либо попросить теперь смотрите вуд лайк в официальных разговорах полностью заменяет категоричный хочу хочу то есть что-либо хотеть например в беседе с незнакомцем или с начальником на работе мне бы хотелось попросить о повышении зарплаты то есть у нас это у нас идет даже как ли просьба да то есть в официальных разговорах ребята полностью would like полностью заменяет категоричные хочу то есть want на английском языке хотеть это будет want и мы с вами уже посмотрели например где говорится i would like to ask for salary increase мне бы хотелось попросить о повышении зарплаты да теперь смотрите ребята Вы должны запомнить, что would like в официальных разговорах полностью заменяет категоричное «хочу want». Например, в беседе с незнакомцем или с начальником на работе и так далее, ребята. Дальше, давайте посмотрим дальше. Смотрите, ребята, I would like у нас в утверждении мы с вами можем сокращать как I'd like. Я бы хотел или я бы хотела. Смотрите, мы с вами можем полностью писать и использовать I would like или же можем использовать сокращенную форму как I'd like. Теперь смотрите, ребята, когда мы с вами формируем вопросительное предложение, у нас местоимение или подлежащее идет между would и like. Значит, это у нас звучит следующим образом. Would you like some tea? Would you like some juice? Would you like some water? Вы бы хотели немного воды, немного молока или кофе, чай, сок и так далее. То есть это у нас идет вопросительное предложение. Теперь давайте посмотрим дальше, ребята. Мы можем использовать would like вместо want, если ситуация требует вежливого и формального общения. Например, с персонала в ресторане, отеля, по аэропорту или на деловой встрече и так далее, ребята. То есть мы с вами должны запомнить, что мы можем использовать would like вместо want, если ситуация требует вежливого и формального общения. То есть если мы используем часто слово want, то вежливое и формальное общение мы с вами можем использовать вместо want, would like. Дальше would является модальным глаголом, ребята. Помните, да, мы с вами проходили модальные глаголы. Теперь смотрите, would является модальным глаголом, поэтому would like не изменяется в зависимости от лица и числа. То есть оно у нас не меняется, не изменяется, ребята. И давайте посмотрим на следующее правило. После would like может стоять как существительное, так и глагол. В таком случае нужно добавить частичку to, то есть мы с вами добавляем частицу to, да. Например, would like something, хотел бы что-то, или would like to do something, то есть хотел бы сделать что-либо, да. То есть смотрите, у нас идёт would like, затем у нас идёт to, потом do something. То есть смотрите, у нас идёт здесь глагол like, помните, у нас были такие правила, когда если в английском языке два глагола идут последовательно, например, like и do, да, любить и делать, то мы всегда с вами разделяем их с чисицей to. Вот смотрите, у нас есть would like something, хотел бы что-то. И здесь у нас идёт would like to do something, хотел бы сделать что-либо, ребята. Дальше, давайте посмотрим дальше. Для отрицания же мы ставим частицу not после would. Значит, если в вопросах would и подлежащее меняется местами, то есть мы знаем, да, что would переходит на первое место, затем у нас идёт подлежащее или местоимение, потом у нас идёт уже глагол like. И если есть вопросительное слово, where, what, how, оно идёт в начале предложения, ребята. То есть оно идёт в начало предложения, да. Давайте посмотрим на примеры. Теперь смотрите, если это у нас утверждение, ребята, мы знаем, да. Are you, he, she, it, we, they, потом мы говорим would like. И сокращённо у нас это будет как, например, they'd like или I'd like, да. Теперь смотрим на отрицание. Отрицание у нас формируется точно так же. Сначала идёт у нас подлежащее или местоимение, да, все первое, второе, третье лицо, единственное и множественное число. Теперь смотрите, потом у нас идёт would, и затем у нас идёт частица not, потом like. Значит, у нас идёт как would not like, да. Давайте теперь мы с вами посмотрим, можем ли мы с вами использовать сокращённую форму. Так, смотрите, ребята, отрицание мы с вами узнали, что после would мы ставим частицу not, затем у нас идёт like, да. I would not like или просто I wouldn't like. Мы знаем, что у нас есть сокращённая форма как would not, в сокращённой форме у нас будет как wouldn't like. Дальше смотрим. Если же это вопрос или вопросительная форма, то would у нас переходит на первое место, да, меняется с подлежащим или местоимением, и таким вот образом у нас формируется вопросительное предложение, ребята. Итак, вопросительное предложение у нас будет следующим образом. Would I, you, he, she, it, we, they, like. И дальше у нас идёт другие смысловые глаголы. Дальше у нас примеры утверждения. Примеры утверждения, ребята. Давайте посмотрим на примеры. Так, смотрите, теперь здесь в основном мы использовали сокращённую форму would like. I'd like a chicken sandwich, please. Мне сэндвич с курицей, пожалуйста. То есть, как вы видите, мы можем использовать would like, да, мы можем написать полностью I would like a chicken sandwich, please. Или же мы с вами можем использовать сокращённую форму I'd like. I'd like a chicken sandwich, please. Мне сэндвич с курицей, пожалуйста. Так, ребята, почему-то у нас плохое соединение с интернетом. Так, давайте мы с вами продолжим нашу конференцию, да. Так, мне кажется, уже демонстрация экрана приостановлена, да. Вам теперь не видно стало, да, ребята? Так, давайте мы с вами тогда ещё один раз попробуем. Так, продолжим нашу тему. И пойдём дальше. Так, смотрите, ребята. То есть, мы с вами сейчас на примере посмотрели, да, сокращённую форму конструкции would like, да. Давайте посмотрим на ещё один пример. She'd like to go to the cinema with us. Она бы хотела пойти с нами в кино. То есть, здесь мы тоже могли написать She would like to go to the cinema with us, да. Она бы хотела пойти с нами в кино. Теперь смотрите, ребята, почему у нас после would like, да, и даже мы же знаем, что это сокращённая форма would like, у нас идёт частица to, потом глагол. Для того, чтобы вам было понятно, ребята, would like, потом у нас идёт to, потому что после like у нас опять последовательно идёт глагол. Поэтому мы разделяем частицы to, да. Дальше. We'd like some orange juice, please. Мы бы хотели апельсинового сока, пожалуйста. We'd like some orange juice, please. Я специально говорю медленно, ребята, чтобы вам было понятно. Так, дальше давайте посмотрим на примеры отрицания. Как же мы с вами можем использовать сокращённую форму? То есть, мы с вами можем написать как would not like или просто сокращённая форма wouldn't like, да. Мы всегда знаем, как можно использовать сокращённые формы. У нас часто и модальные глаголы сокращаются, да. У нас есть в отрицательной форме всегда сокращённая форма. He wouldn't like to sit next to Scott. Он бы не хотел сидеть рядом со Скоттом. Или дальше. I wouldn't like to live there. Я бы не хотел там жить. Как вы видите, это у нас были примеры отрицания, ребята. Давайте дальше посмотрим. Теперь у нас идут примеры вопроса конструкции would like, ребята. Давайте посмотрим. Would you like some more tea? Вы бы хотели ещё чаю? Мы можем просто использовать would you like some tea? Вы бы хотели немного чаю, да. Или would you like some more tea? Вы бы хотели ещё чаю? Или what would you like to do now? Чем бы ты хотел заняться сейчас? Where would she like to go? Куда бы она хотела пойти? Так, вот здесь, ребята, кажется, я пропустила букву И. Так, смотрите. Where would she like to go? Куда бы она хотела пойти? Теперь смотрите, ребята. Здесь у нас есть специальные вопросительные слова. Я хочу вам дополнить этот материал тем, что если у нас есть такие специальные вопросительные слова, как what, where, when, who, whose, эти слова у нас ставятся всегда перед would. То есть, если вопросительные предложение у нас всегда идёт на первом месте, то если у нас, если мы хотим задать специальный вопрос, ребята, уточнить что-либо, да, мы всегда используем вопросительные слова. What, where, when, why, whose, например, да, и они всегда у нас идут перед would. Затем у нас идёт подлежащее, потом лайк, потом частица to, затем только смысловой глагол и остальные части предложения. Теперь давайте мы с вами дальше посмотрим. Так, ребята, вам всем виден, да, слайд? Если меня будет не слышно или тот материал, который я подготовил, будет невидным, обязательно дайте мне знать. Напишите, хорошо, ребята? Так, давайте мы с вами посмотрим. Так, чат, чтобы тогда видно. Хорошо, всё тогда, ребята, давайте дальше. Тогда правильно сказать want вместо would like. То есть, когда мы с вами можем использовать want вместо would like. Мы же не всегда можем использовать только would like, да, ребята? Мы можем с вами использовать такое выражение или конструкцию I want. Так, давайте посмотрим. Менее формальный и более распространённый вариант выражения своих пожеланий слово want, то есть хотеть, да, которое в английском языке часто используется в паре с инфинитивом. То есть мы знаем, что мы используем глагол инфинитив. Это у нас глагол без изменения, да, I want to go to the sea. Я хочу поехать на море. Смотрите, ребята, после местоимения у нас идёт, или давайте посмотрим вместе, да, это выражение I want. Теперь смотрите, у нас идёт с инфинитивом глагол to go. То есть без изменений, да, у нас есть такие глагол to go, to write, to read. То есть мы всегда используем глагол без изменения. Так как want это у нас идёт как глагол хотеть. Go у нас тоже идёт как глагол идти. Значит, у нас тут идут два глагола последовательно. А значит, между ними мы с вами обязательно должны поставить частицу to, да, то есть мы их разделяем. Итак, I want to go to the sea. Я хочу поехать на море, ребята. Дальше. Часто после слова want, да, хотеть, используется дополнение, и уже после него стоит инфинитив. Смотрите. I want you to clean your room. Хочу, чтобы ты убрала свою комнату. Смотрите, у нас здесь после слова want идёт дополнение к местоимению you, да. I want you to clean your room. Хочу, чтобы ты убрала свою комнату. Так, подождите. Теперь смотрите, ребята. She wants me to give her flowers. Она хочет, чтобы я дарил ей цветы. Теперь смотрите, ребята, почему же, когда у нас идёт третье лицо, единственное число, ребята, мы использовали здесь окончание s. То есть, если это действие, которое происходит с регулярностью, если это у нас present simple, ребята, мы знаем, что третье лицо, единственное число. Мы с вами всегда к смысловому глаголу добавляем окончание s. Поэтому здесь у нас идёт she wants me to give her flowers. Она хочет, чтобы я дарил ей цветы. Дальше. Интересно, что в данном случае после want мы не используем союз that. То есть, она хочет, чтобы я... Ой, смотрите, ребята. Интересно, почему же после слова want мы не используем союз that. В целом, это всегда конструкция такого вида, например, I want someone to do something. Хочу, чтобы кто-то сделал что-то. Или её упрощённый вариант I want something to be done. Хочу, чтобы что-то было сделано. Давайте посмотрим дальше. Правила использования конструкции to be going to. То есть, ребята, мы с вами посмотрели на конструкции I want. До этого мы с вами прошли конструкции would like. Мы знаем, что в самом первом мы с вами прошли would like. Затем у нас идёт I want. Мы с вами прошли такую конструкцию, как I want. И мы знаем, как мы с вами можем использовать эту конструкцию или это выражение. Дальше у нас идёт уже to be going to, ребята. Правила использования конструкции to be going to. Это у нас как раз-таки present continuous tense. Мы с вами это проходили, ребята. Сейчас я вам всё подробно объясню. Затем мы с вами приступим уже к нашему тесту, ребята. Дальше, смотрите, фраза to be going to популярна как в разговорной, так и в формальной официальной речи, ребята. Она обозначает намерение что-либо сделать, которое мы вот-вот воплотим. То есть, мы с вами уже решительно идём к этим действиям. Давайте мы с вами посмотрим, например, I'm going to build a house. Я собираюсь построить дом. То есть, они уже решительно идут к этому, чтобы построить дом. Или I'm going to make dinner. Я собираюсь приготовить ужин. Дальше. Это не просто желание, ребята, а порыв к действию. Именно этим конструкция to be going to существенно отличается от would like to и want to. То есть, ребята, мы с вами сказали, что would like и want to переводится как желать, хотеть, да, ребята, в общем. Но это у нас идёт как план или просто как пожелание, да, ребята. А вот речь уже с to be going to, с going to do у нас уже здесь идёт действие, намерение, которые направлены уже на действие. Теперь смотрите, можно применить конструкцию to be going to и в предсказаниях, да, то есть, когда люди говорят о предсказаниях, когда у нас есть все основания полагать, что случится именно так или точно так. Например, it's going to rain outside. На улице собирается дождь. Да, или he's going to be home by 7 p.m. Он должен вернуться домой к 7 вечера. Давайте ещё. Кстати, у фраз want и going to всё же есть кое-что общее. Обе конструкции принято сокращать в разговорной речи и текстах песен. Ну, в основном, ребята, в разговорной речи и в текстах песен у нас идут такие сокращённые формы. Например, going to у нас превращается в gonna. Да, у нас есть такие слова, gonna. We're gonna live together. Мы собираемся жить вместе. То есть, если вы видите в тексте такие сокращённые формы или выражения, как gonna, это у нас превратится как going to. Собираться, да. Мы собираемся жить вместе. Дальше. Want to то же самое, что и wanna. То есть, это имеет одинаковое значение, один смысл. I wanna drink tea. Обратите внимание, что wants to, когда действие соотносится с местоимением, he, she, it, не сокращается, ребята, как wanna, а произносится полностью. Значит, когда речь идёт о третьем лице, единственном числе, he, she, it, мы с вами не сможем использовать сокращённую форму wanna. Мы произносим полностью. Например, у нас идёт такой пример, что want to, когда действие соотносится с местоимением, he, she, it, не сокращается, как wanna, а произносится полностью, как want to. Вы должны запомнить, что сокращённую форму мы с вами не можем использовать в третьем лице, в единственном числе. Даже если будем использовать в третьем лице, в единственном числе, тогда мы с вами произносим полностью. Дальше, ребята, давайте мы с вами посмотрим на конструкцию to be going to в английском языке. Да, уже мы с вами будем разбирать каждое правило, чтобы вам было понятно, ребята. Теперь смотрите, оборот to be going to в английском языке дословно переводится как собираться что-нибудь сделать. То есть решительно, да, собираться что-либо сделать. Он часто используется, когда мы составляем план действий на будущее время, как через год, так и на приближающиеся выходные. То есть, если мы знаем, что это точно случится, ребята, да, и мы решительно направили все свои усилия на то, чтобы оно осуществилось, ребята, то тогда с выражением, как собираться что-нибудь сделать, мы с вами используем to be going to в английском языке. Теперь давайте мы с вами посмотрим на примеры. Пример. I'm going to travel this summer. Я собираюсь путешествовать этим летом. То есть, как вы видите, у нас здесь говорится, что этот человек собирается этим летом путешествовать. Он собирается, ребята, он еще не начал путешествовать, но он решительно уже направил все свои усилия, да, и он уже знает, что это так случится, что он будет путешествовать. Поэтому мы с вами использовали здесь going to. Дальше. She is going to the cinema next week. Она собирается в кино на следующей неделе. Она точно пойдет, да. Дальше. Конструкция употребляется в настоящем времени. Present continuous. И в прошедшем past continuous. То есть, структура оборота. У нас глагол to go в настоящем времени. Am is are. И глагол going, да. Или же в прошедшем времени was, were, going, plus, infinitive с частицей to. Теперь смотрите, ребята, как же мы с вами употребляем конструкцию в настоящем времени. То есть, это у нас present continuous tense. У нас сначала идет подлежащее, затем вспомогательные глаголы am is are, да. Затем у нас идет going, и дальше у нас идет уже остальные части предложений, да, вечи. Или же смотрите, ребята, прошедшее. Мы с вами сейчас рассматриваем только в настоящем времени. Но если мы хотим перевести это предложение в настоящем на предложение в прошедшем времени, то мы с вами просто можем заменить am is are на was, were. И дальше у нас идет точно такая же конструкция going to, да, infinitive с частицей to. Дальше давайте посмотрим на примеры. То есть, в present continuous мы сейчас с вами разбираем только конструкцию, только в настоящем времени. Смотрите. She is going to buy a new car. Она собирается купить новую машину. Теперь смотрите, она собирается, да. Теперь смотрите, у нас идет подлежащее местоимение, да. Как вы знаете, в present continuous мы всегда формируем to be плюс ринговое окончание, да. Здесь у нас, как вы видите, идет подлежащее или местоимение. Затем вспомогательный глагол to be, am is are, да. Так как это у нас третье лицо, единственное число, мы с вами используем вспомогательный глагол is. She is going to, да, у нас есть эта готовая конструкция going to. Затем у нас идет глагол без изменений, то есть первоначальная форма, infinitive, да. Buy, покупать new car, новую машину. Значит, у нас предложение переводится как она собирается купить новую машину. Теперь дальше давайте мы с вами посмотрим на следующий пример или на следующее предложение. We are going to London next year. Мы собираемся в Лондон на следующий год. Они точно поедут, да. И они уже, как бы сказать, решительно направили все свои усилия на то, чтобы поехать в Лондон. Здесь у нас идет, как вы видите, подлежащее. Затем у нас идет aim is are, то есть вспомогательный глагол to be. Затем у нас идет конструкция going to, да. Затем остальные части предложения. Или же дополнение, или же обстоятельства и так далее. Теперь мы смотрим past continuous, ребята. Здесь мы с вами...